здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас гостях павел львович клопов директор муниципального учреждения молодежный клуб городского округа люберцы здравствуйте по львович ну звучит это так красиво да где-то даже как это советских времен молодежный клуб что это такое что это за клуб такой почему он молодежный чем он занимается начнем так сказать сначала наша основная задача это дать возможность молодежи реализовать себя слово клуб намного шире чем мы привыкли ему относиться это маленькое помещение где просто как говорят какая-то тусовка идет действительно маленькое помещение 10 минимальное количество сотрудников но они работают по разным направлениям то есть наша задача как бы охватить помочь молодежи реализовать себя в тех направлениях которые ну считаются не совсем централизованными но мы сейчас обо направлениях поговорим а вообще сколько клуб существует у него какая-то история есть в следующем году у нас будет 10 лет 10 или юбилей а вот в тринадцатом году он организовался тогда еще в томильно когда она отдельно было была поставлена задача именно собрать с улиц ребят которые не в какие другие кружки не хотят ходить например формально и скажем ну да частично не формальные можно сказать кстати так да например мы начали свою деятельность того что объявили конкурсы граффити а то что прошел большой конкурс у нас до сих пор там существует недалеко от помещения большая стена на которой результат этого конкурса видны но кстати этот конкурс конечно можно было объявить потом всех этих художников собрать и сказать а теперь у вас поймали нет мы сделали хитрее хитрее да мы объявили то и томилинская администрация тогда еще объявила победителем вернее никак не объявила а заключилась победили контракт на 1 на роспись объектов на территории поселка а то есть как бы работу получили да они получили работу и очень неплохо разрисовали всякие бескозные предметы остатки этих работ можно до сих пор еще увидеть например томилинский парк складывать где десятилетия надо возвернуть этот конкурс и по новой или сейчас нельзя уже знаете мы не под конкурс был да но мы эту тему поднимаем каждый год а у нас есть молодежный фестиваль открытый он проходит каждый год под день защиты детей 1 июня да да он иногда 5 но да в районе в районе в этом и в на его там есть площадка именно по графике вот кстати ли беретской телевидении в этом году там было снимала где могут с одной стороны рисуют профессионалы да то есть ужас оказывают как а с другой стороны счета рисуют любители те кто любой желающим от подойдет тема забора да 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 ему дают краски и попробовать свои свои более то потом профессионалы обходят смотрят оценивают они не просто цвет они подрисовывают и получается к большая красивая кому идея такая пришла уже ребята которые но опытные в этом деле мы снова в общем-то делаем такую вещь кидаем клич а то есть что вы хотите и говорят вот нам негде рисовать вот как было тогда без проблем давайте сделаем 13 года да это было в тринадцатом году первый раз вот потом мы каждый год это вот воплощали в жизни уже именно в виде мастер-классов ну то есть как уличное искусство да когда какой-то стрельцы вот этот вот арт который сильно называется который кстати набирает популярность и почему вот я еще раз говорю много объектов которые могут они разрисовать то есть уже даже история но вот за 10 лет 10 лет это уже люди которые от совсем еще практически ребенка до такого совсем молодого человека который уже 10 лет вас будет планируется какое-то мероприятие где вы кинете опять же клич созовете всех на юбилей все тот же молодежный фестиваль ведь там уже не только это там существует большая сцена поставляется где желающие коллективы и могут себя показать боль то вот в этом году собралось у нас в люберцах на самом деле очень много танцевальных коллектив причем такие солидные с именами но они не пересекаются друг с другом порою на своих направлениях работы да а здесь они собрались на одной площадке через раз показывают свои выступления получилось так что мы показали люберцам те коллективы которые тут существуют и джем и тропинские ребята то есть действительно с именами ну то есть был такой фестиваль танца можно сказать фрагмент фестиваля это вот соревнования по танцу они не были соревнований в этом все и соль про просто показа заказала только что можно даже сказать такую вещь вот в прошлом году у нас фестиваль попал под дождь и то есть концовка была уже все дождь надо уходить закрываться а танцоры не хотят они хотят как в шаг вперед в ливень в по лужам прыгать танцевать макеле уговорили гэм у нас аппаратура заре сейчас да 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 вот нет мы хотим танцевать и леска танцев они действительно под дождем сделал так что есть такие запоминающиеся моменты но вернемся все-таки к истокам кто стоял у истока создания этого клуба мы уже понимаем что идея была собрать вот ребят которые но не кружковцы и не ходят никуда и предложить им какую-то видимо альтернативу вот кто этим занимался разработкой всего но те люди которые этим начинали заняться они так и остаются хранился когда это я мой мои замы ребята которые занимаются политикой лак они специалист по работе с молодежью называется звука это команда какая-то человек пять десять у вас сколько там пять человек до 5 основных кто-то меняется кто-то уходит куда-то кто-то приходит вот например воинская дружина у нас порою меняются руководители вот но все равно мы пройдемся конечно поле вот направлением по направлению просто вот так дашки тринадцатый год это было давно удалось выстроить работу и чем работа в тринадцатом году отличается вот почти спустя 10 лет вы знаете слава богу слава богу несмотря на то что произошло объединение смотря на то что все говорили что тамильно загнется там будет мы же изначально шли стамилина вот удалось сохранить костяк хорошее отношение с администрации удалось на и наладить и продолжить помощь есть контакт есть администрации очень большой помощи фактически мы являемся представителями администрации по работе на работе с молодежью да есть у нас естественно борис борисович но и к в котором возглавляет это все хорошо в чем да да есть что и есть люди на земле которые этим занимают понят а вот в чем отличие вашего молодежного клуба от каких-то секций направлений я не знаю там вот даже здесь где мы находимся спортивное направление или скажем те же танцевальные коллективы театральные там существует определенная программа то она расписана вот они выступают там то там то они готовятся то есть выстроены структура здесь многое решается спонтанно то есть тут как бы больше идет от предложения желания ребят которые обсуждают хотим тот попробуем это сделать да вот например мы скан так была пандемия на возникло очень сильное волонтерское движение и в этом году мы решили его привлечь себе фактически волонтеров как намоле да да и создали клуб волонтеров они про по-прежнему проработают продолжают но им от нашего лица оказывается определенная помощь ну то есть да это уже какая-то такая чувство по носке и родилась спонтанно а кстати как вообще в пандемию работалось потому что ведь ну даже сейчас в вузах я преподаю вузе тоже а есть такое ощущение ждать дети пандемии есть такое понятие те когда ученые мнение не то что недоученые а те которые вот некоторые там и выпускного не было и того не было и которые в школе по зуму учились потом первый курс учились в вузе по и другим значит всяким средствам то есть вы не потеряли своих ребят которые тогда ушли в онлайн вы знаете во первых мы готовили например если братья к секцию каратэ у нас тоже надо есть при клубе очень много было записи именно онлайн обучение обучение сказать сложно но вот именно для ребят было предоставлено видеоролики где они могли заниматься дома 1 2 мы ушли на улицу у нас очень много мероприятий проводятся если быть так честно откровенно именно уличного формата но и до пандемии видимо были туда естественно поэтому в этом плане нам было чуть попроще ограничение большие касались помещений и помещениях до занятия нельзя проводить но на улице то можно например фото студии зум репортажную съемку всякие пейзажные фото выставки всегда можно сделать на улице и они этим занимались понять и таким образом а приходили к вам новые ребята в это время или все-таки держался старый костюм и приходят и кто-то уходит приходит у нас нету как такового вот как секциях в клубах записи он прям занимается сентября до самого у нас определен кикучесть кто-то приходит ему интересно он сегодня пришел вот через неделю вернуться то есть это даже скажем так клубы по интересам а не чисто школьные а вот раз сам приход ребят они вот где-то узнают об этом приходят или это сарафанное радио они приводят кого-то с собой говорят попробую как это большинстве случаев сарафанное радио 1 2 вот у нас в течение года проходит достаточно много больших крупных окружных мероприятий на которые естественно мы и рекламируем и сообщаем восстановление выдаем лартех нам приезжает периодически за лиза естественно люди смотрят и узнают что есть такое чем его не боится особенно если учитывать что у нас по практически все занять это бесплатные вот на это время это очень да это важно мы во второй части поговорим о всех направлениях о занятиях о том кто кто педагоги кто куда ну какие направления существуют это же интересно узнать а завершая первую часть скажите пожалуйста какая-то обратная связь есть теме кто например какое-то время побыл и ушел обратная связь с выпускниками скажем так обратная связь с родителями но если брать например секцию каратэ да уже приводит даже внуков даже внуков но на самом деле опять-таки не забегая вперед секции каратэ она из старейших даже в россии и восемьдесят в этом году было организовано время когда опять разрешили каратэ да 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 так вот вот те ученики приводят своих внуков по-моему 89 был чуть ли не первый чемпионат страны по каратэ что такое было до 80 79 потом запретили да 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 ну что сейчас сделал небольшую паузу напомню что у нас гостях павел львич клопов директор а муниципального учреждения молодежный клуб городского округа люберцы а вот что входит какие направления мы узнаем после небольшой паузы я думаю вас это заинтересует напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко в гостях у нас директор муниципального учреждения молодежный клуб городского округа люберцы павел львович клопов как мы уже выяснили в следующем году клубу исполняется 10 лет так что мы вас ждем после или до юбилея или во время юбилей и юбилея давайте начнем с тех направлений так первой части мы выяснили что есть каратэ так как одна из старейших да то есть с него все началось что нет нет давай я рассказал что на территории опять того же там или на было множество разных кружков секции которые никуда не входили не в союз не в культура сами по себе до существовали сами по себе вот такие были вот и на патриотический клуб воинской дружины кстати в прошлом году ему тоже было 10 лет вот стк спортивно-технический клуб каратисты потом к нам присоединились зумбосы фотостудии и вот этот костяк он как бы и сохраняется до сих пор а зачем им нужно было объединение они же как говорится ну вот сами по себе мы такие горды и так далее здесь очень есть маленькая китра когда человек хочет быть сам по себе но хочет чтобы помогали да вот чтобы легче работа шла естественно каратэ фото направления то есть направление какие еще есть очень огромнейший пласт наш это военно-патриотическая деятельность впк воинская дружина как я сказал они буквально за год до организации клуба и в первую очередь объединились тогда раз тогда каратисты его пока штуки вот скажем так тогда еще не было юной армии патриотика то есть зорница ушла а юна армии не было то есть был какой-то такой вакуум какой-то период я бы даже сказал не зорницу ушла а ушло и нвп нвп ну да начальная война под года и все что с этим связано а юна армия еще не появилась и более того юна армия она сейчас в основном по школам идет юна армейские отроды школы они выполняют свою узко специализированную почти пионерская такая деятельность можно сказать нет нет еще уже еще уже до конец к это совсем чуть-чуть другое они вот именно подготовка к армии патриотико своеобразная тоже можно сказать еще уже еще у меня они до стоят где-то ездят куда-то где-то стоят в караулах вроде бы так хорошо а ваша версия у нас при в пк дети занимаются столярки то то есть делают по весне скворечники мой скорм кормушки наш время назвалось труды да вот но в то же время они не просто в носу ковыряют а заняты делом с ними и специалист который какой возраст кстати вот с чего на и вот и потому что военно-патриотическая звучит так мощно масштабно а с какого и чем с 10 лет с 10 лет чем привлекаем неужели кормушкой не только то не только опять таки вот нам выделили гараж да там они разбирают старые двигатели могут собирать серии смотрят че то есть механикой занимается опять когда присмотр инженерное практически направление да вот потом у нас же существует как мы с вами первой части говорили мероприятие в течение всего года и вот одно из таких как бы мероприятий это к защите отечества готов у нас существует три игры в течение учебного года так юный защитник кубок мужества и зорница интересно в том что например начале года учебного в сентябре проходит юный защитник это игра наподобие зорница но он на для первых третьих классов ну такая скромных четвертым для детей для маленьких да так и основная задача это просто в игровой форме их заинтересовать им там показывают там не столько они соревнуются сколько играют дальше идет феврале кубок мужества это для среднего школьного звезда 23 февраля и 15 и 15 серединочки вот она основная задача уже не просто заинтересовать а чему-то научить то уже с обучением до их сначала на этапе учат а затем они уже показывают свое мастерство как бы соревновательное а весной уже старшие классы а проводятся настоящую зорницу и выявляют сильнейшие команды вот то есть у нас получается как бы такая линия они младшего класса до старшего класса то есть вот это основные направления или есть еще какие-то фотостудия зуба доход где развивается и художественное развитие да они фотографируют все естественно все наши мероприятия учатся фотосъемка из такая журналистка еще направление небольшое да было у нас свое время создать журналистка но не пошло чуть-чуть она фото вы все равно фото же фрагменты но до остановить мгновение ты прекрасно вот выпускница одна из выпускниц сейчас учится в художественном институте на кино режиссер или директора тела оператора раз художник кинооператор хорошо то есть ведь даже из продолжения вот такой вопрос вы не раз сегодня упоминали о всевозможных мероприятиях то есть я наш календарь мероприятий разнообразен и на маленького скажем так уровня и высокого вот так правильно понимаю что такие отчеты своеобразные перед и родителями и вообще перед ребятами перед участниками вот вы вспоминали там танцы выступали т.д. зачем и почему вы делаете эти мероприятия какие бывают у вас мероприятия ну начнем с чем уже с года до январь месяц январь и февраль у нас как я сказал стк люберцы спортивно-технический клуб это объединение ребят которые делают автоманеврирование на своих машинах собственно то есть да там естественно 18 плюс но надо помнить что молодежь до 35 а теперь до было до 30 до 35 вот как где они на площадке арендуется площадка где они могут показать свое мастерство по объезжанию бочек на время и так далее там уже есть свои что называется мастера команда выступает на других турнирах уже вот по всему россии ну да так достаточно как бы для них это интересно вот и идет серия прям гонок это проходит зимой естественно на шипованной резине они показывают класс именно в в день и в экстремальном фактически вот несколько таких этапов гонок как и мы сказали в феврале у нас проходит кубок мужества потом потом у нас идет март такой тоже с гоночными соревнованиями в это же время каратист обычно выступают в апреле на кстати клуб достаточно сильно выступает по направлению все стилевое карате есть свои победители первенства россии есть кубка россии победители с именем уже то есть да у нас есть один мастер спорта замечательно так три кмс то есть достаточно такая серьезно спортивная подготовка вот это как правило как раз соревнования проходят весною в апреле до апреля май это 9 мая тут уж до сам бог велел и организации например бессмертного полка лежит на молодежном клубе естественно в первых рядах идут воспитанники опять-таки зарниться в середине мая в общем-то на летом какие-то может быть лагеря у вас есть или еще что-то летом части в как каратисты уезжают как правило в августе на сборы до мотоцикли в стк проходят гонки на мотоциклах уже так более подтягиваются что называется байкеры но а так в общем то мы фактически заканчивается это большой фестиваль молодежный он как он правильно сказано небольшой отчет всех кто хочет себя показать на большой сцене они себя показывают летом да да ну вот в начале июня кстати вот был задан вопрос о том что что тянет на такие до я те молодежи хочется себя показать вот когда я сижу что-то делаю да это одно а когда это видят все да еще на большой сцене или там перед большим количеством людей наташинских прудах то это удовольствие у нас остается совсем немного времени понятно что сентябрь октябрь на декабрь там тоже масса всевозможных событий вернемся к теме участия потому что сейчас нас смотрят потенциальные возможно участники или родители или бабушки дедушки которые могут предложить каким-то образом ненавязчиво поучаствовать работе молодежного клуба скажите какие условия что для этого нужно куда надо прийти с чем прийти вы сказали такую волшебную фразу бесплатно вот давайте об этом об организационных вопросах первое да ну сразу скажем так о бесплатных кружках это самое это в первую очередь в пк воинская дружина то есть там ребята учат и военной подготовки и работать своими руками любой мужчина должен не уметь не только защищать но и построить смысл что-нибудь да вот это их естественно понятно что не все могут себе платить какие-то занятия с ними там работают на безвозмездной основе полностью такая же фото 100 и зум где обучают всему дают возможность даже на терпорах хороших аппаратах работать и так далее фото стук ну именно как вот здесь да и также там есть своя студия понятно то вот кто хочет с волонтерством связаться и селандином быть волонтером быть и поддерживать как вас найти как записаться как-то куда-то прийти надо пионерской 2 это центральный офис и в пк у нас отдельное помещение у зумовцев есть это гаршина 9 а корпус 8 то есть туда можно прийти обратиться и да и хотя бы прийти посмотреть понравится понравится но не понравится так не по такое дело ну что у нас время к сожалению закончилась павлович работать проделана большая еще раз говорю следующем году десятилетия наверняка уже какие-то у вас мысли бродят готовитесь приходите еще поговорить на эту тему кстати в этом декабре у нас уже пришла мысль мы хотим создать фестиваль уличного танца ну вот видите так они готовят проходить здесь в триумфе пригласим достаточно опытных танцоров то время всего желающих ну что ж так что планов громадьёк павел львович клопов директор муниципального учреждения молодежный клуб городского округа люберцы был нашим гостем дабла программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания